Приветствуем всех зрителей и читателей портала главпахарь.ру. Мы традиционно подготовили для вас обзор новостей за прошедшую неделю. Компания «Алмаз» вывела на российский рынок обновленные культиваторы серии «Алтай». Новые широкозахватные машины предназначены для обработки паров, ранней предпосевной подготовки почвы и осенней обработки зяби. Культиваторы, как и прежде, выпускаются в двух модификациях – КСУ-11 и КСУ-15. Обе машины работают на глубину до 12 см, эффективно выравнивают поверхность поля, удаляют сорную растительность, равномерно распределяют и заделывают в почву удобрения и мелкие пожневные остатки. Техника имеет рабочую ширину захвата – 11 и 15 метров и обеспечивает производительность до 11 и 15 гектаров в час. Теперь рама культиваторов «Алтай» выполнена из новых шарнирно-соединенных секций. КМЗ вышел на международный рынок сельхозтехники. Ковровский электромеханический завод и агропромышленная компания «Группо Агроинвестмент» из Венесуэлы заключили крупный инвестиционный контракт на поставку тракторов марки «Ант» 4135F. Ковровские тракторы будут работать на полях южноамериканской компании, которая занимается производством кукурузы. Отметим, что сегодня КМЗ активно развивает географию экспортных поставок. Техника концерна «Тракторные заводы» теперь на почтовых марках. Изображение «Четра Т-40» самого тяжелого отечественного серийно выпускаемого трактора-бульдозера украсило серию марок «Истории отечественного тракторастроения» – «Гусеничные тракторы». Художественные марки с тракторами выпущены впервые за всю историю современной России. Первая партия посвящена гусеничным машинам и представлена четырьмя легендарными образцами – трактором F.A. Блинова C60 «Сталинец», DT-54 и трактором-бульдозером «Тетра Т-40». Художественные марки изданы тиражом в 60 тысяч экземпляров. К ним прилагается почтовый конверт первого дня с изображением тибоксарского сельхозтрактора «Агромаш Руслан». Впервые в истории «Россельмаш» создаст дорожно-строительную технику. Компания объявила о планах по развитию нового направления производства российской дорожно-строительной техники. На предприятии уже создан новый дивизион – ДСТ, который занимается разработкой агрегатов, постановкой их на производство и выводом на рынок. Как ожидается, первым продуктом новой линейки станет телескопический погрузчик. Выпуск опытно-промышленной партии этого типа машин планируется в середине 2023 года. Появление фронтального погрузчика и экскаватора погрузчика намечено на 2024 год. Главной особенностью проекта станет свое шасси для каждого из новых продуктов. При этом в конструкцию изначально закладывается унификация с выпускаемой серийной техникой на уровне компонентов и стилевых решений. Выпуск машин будет налажен на новом тракторном заводе «Россельмаш», к строительству которого бренд приступил в августе текущего года. Гомсельмаш нарастит производство комбайнов В 2022 году компания планирует собрать около 3000 единиц зерна и кромоуборочных комбайнов. В настоящее время предприятие в среднем ежемесячно реализует около 200 единиц уборочной техники. С января по август текущего года темп роста экспорта составил 123,5% к аналогичному периоду 2020 года. При этом валютные поступления выросли в 1,6 раза. Кроме того, в 1,2 раза увеличились объемы поставок в России, в 1,3 раза в Казахстан, в 7 раз в Украину. Возобновлены поставки в Грузию, отгружена продукция в Пакистан и многие другие страны. Ключевыми рынками для флагмана белорусского сельхозмашиностроения по-прежнему остаются Беларусь, Россия, Казахстан и Украина. В рамках празднования Дня машиностроителя МТЗ показал новый беспилотный трактор «Беларусь-3523И». Агрегат стал первым беспилотным трактором-роботом на постсоветском пространстве, концепция которого базируется на дизель-электрическом двигателе мощностью 350 л.с. и трансмиссии с редуктором и электромеханическим приводом. Прототип был разработан Управлением конструкторско-экспериментальных работ номер 1 МТЗ и Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Техника предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с разработанным заданием оператора. Задание отсылается в электронную систему управления трактором через сотовую связь или с помощью съемного носителя. В прототипе применена электромеханическая бесступенчатая трансмиссия. Это помогает снизить потребление топлива на 7%, а на транспортных работах — до 12%. Вадрештат представил новую сейлку Spirit 600C Inline. Новая версия способна вносить низкую норму удобрений вместе с семенами в посевную борозду, обеспечивая быстрое усвоение питательных веществ растениям. Агрегат обеспечивает высокую производительность и точность. Сейлка оснащена отдельным воздушным потоком и электрической системой дозирования Phoenix. Новая техника будет доступна на рынке начиная с октября 2021 года. Кун обновил сейлку серии Espro. Компания презентовала модернизированную версию прицепной сейлки Espro с рабочей шириной захвата 6 метров. Агрегат предназначен для работы по технологии минимальной обработки почвы и доступен с передними пресс-колесами на полную ширину и гусеницами. Дополнительный бункер SH-1120 может быть установлен на все модели серии Espro с рабочей шириной захвата от 3 до 8 метров. Регулируемые из кабины рабочие органы оказывают дополнительное давление на грунт, обеспечивая более ровную поверхность и минимизируя уплотнение почвы. Horsch выпустил новую штигельную борону Caltro TC. До сих пор агрегат был доступен с рабочей шириной захвата 3 и 12 метров, но теперь он покрывает более широкий диапазон с тремя новыми значениями ширины 5, 6 и 9 метров, которые можно комбинировать с другими инструментами. Спектр применения борон достаточно широк, от поверхностной обработки стырни рапса, подсолнечника кукурузы до заделки промежуточных культур и измельчения пожневных остатков. Благодаря высокой скорости вращения катков Caltro TC интенсивно измельчает растительные остатки. Мощная конструкция и шесть режущих ножей на всю ширину захвата дают высокую скорость вращения, эффективность и качество работы. Deutzfahr презентовал новую линейку тракторов 5D K-Line. Модельный ряд состоит из четырех моделей. Тракторы оснащены трехцилиндровым двигателем Formotion 35 Stage 5 мощностью от 65 до 97 лошадиных сил. В стандартной комплектации тракторы оснащены коробкой передач с 15 передними и 15 задними передачами. Производительность гидравлического насоса составляет 48 литров в минуту. Опцией является гидравлический насос с расходом 56 литров в минуту. Подъемное устройство может поднимать груз весом до 2,5 тонн. Кроме того, Deutzfahr выпустил четыре новые модели тракторов линейки 6. На агрегатах установлены шестицилиндровые двигатели Deutz последнего поколения мощностью от 192 до 230 лошадиных сил. С новой бесступенчатой коробкой передач TTV и гидравлической системой Clean Oil период замены моторного масла увеличен до 1000 часов, а трансмиссионного масла до 2000 часов. Передняя навеска грузоподъемностью 5,5 тонн может быть соединена с передним валом отбора мощности Dual Speed. Задняя навеска имеет грузоподъемность до 10 тонн. Кабина Maxi Vision 2 получила ряд новых функций, среди которых новая система крепления для дополнительных мониторов и сидений с пневматической подвеской, которая может поворачиваться на 23 градуса. Кроме того, трактор линейки 6 теперь поддерживает TAM и обеспечивает двухстороннюю связь между тяговым устройством и орудием. Пакет управления данными входит в стандартную комплектацию. Компания Ropa модернизировала свеклоуборочный комбайн Panzer. Новый Panzer 2S стал больше похож на модель Tiger 6S и получил более высокую производительность по сравнению со старой версией комбайна. Теперь новый двигатель Volvo Pente объемом 16 литров развивает мощность 796 лошадиных сил. При этом, по желанию заказчика, двухосная техника может быть опционально оснащена моторами от Tiger 6S с мощностью 768 лошадиных сил. Новый дизайн призван отражать приверженность бренда цифровым технологиям. Синяя линия по бокам комбайна символизирует как внутреннюю, так и внешнюю коммуникацию через онлайн-портал MyRopa. Зунхаммер и Крона разработали новый NAR-датчик. С новой системой NAR Control Dual оператор кормоуборочного комбайна в режиме реального времени получает важные данные об урожае. В дополнение к стандартному анализу, оператор теперь может немедленно определить содержание различных компонентов в урожае и передать их непосредственно фермеру. Это позволяет оптимизировать важные процессы, например, планирование кормовых рационов или создание карт урожайности. Датчик NAR доступен по запросу для агрегатов BigX. Заказчик может просматривать данные в Кроне Smart Telematics или, благодаря полной совместимости с ISOBUS, передавать их через Агрироутер в различные программы управления фермой. Класс внедрил новые стандарты дефектовки сельхозтехники. Новый цифровой продукт приложения Inspection Pilot призвано обеспечить квалифицированную и качественную диагностику состояния уборочной техники в конце сезона, что является ключевым фактором успешного начала работы машин в следующем году. Благодаря приложению, устанавливаемому на любой смартфон или планшет, официальные дилеры Класс получат возможность, как проверить машину по установленному алгоритму, включающему пункты проверки состояния узлов и агрегатов комбайна с учетом номера машины и ее индивидуальной конфигурации, так и сохранить все результаты дефектовки в цифровом виде и сформировать историю машины, доступную в любой момент каждому авторизованному пользователю. Amazon расширит производственную площадку в Брамше. Проект включает в себя строительство новых монтажно-отгрузочных цехов общей площадью 8 тысяч метров квадратных. Таким образом, увеличивая открытую площадь до 24 тысяч метров квадратных. Для хранения компонентов и готовой сельхозтехники, ранее обустроенная открытая территория на участке площадью 24 гектара будет расширена до 65 гектар. Объем инвестиций в новый этап строительства составит около 8 миллионов евро. Кубота и Ямаха объявили о сотрудничестве в сфере роботизации АПК. Мировые бренды инвестируют в производство роботов-комбайнов Advanced TX для сбора садовой земляники и яблок. Об этом сообщается на сайте калифорнийской фирмы Advanced Farm Technologies, являющейся триггером проекта. В настоящее время завершен инвестиционный раунд серии B, собравший 25 миллионов американских долларов. Отметим, что проект роботизированного комбайна, созданный для совместной работы с бригадами ручной уборки, автоматически распознает и собирает урожай с помощью деликатной технологии захвата. Росагролизинг планирует нарастить инвестиции в развитие АПК Республики Мордовия. Об этом шла речь на встрече гендиректора АО «Росагролизинг» Павла Косова с врио главы республики Артемом Сдуновым. В рамках итогового мероприятия, посвященного награждению победителей отборочного этапа чемпионата мира по пахоте. За все время своей работы «Росагролизинг» инвестировал в развитие АПК региона 13 миллиардов рублей. С 2002 по 2020 годы компания поставила на поля свыше 3300 единиц сельхозтехники. На встрече обсудили техническую модернизацию, перспективы создания сети дилерских центров, а также проектное финансирование строительства в республике комплексных инвестпроектов. В Башкортостане построят новые миллиардативные комплексы. В 2022 году в республике Башкортостан запланировано строительство новых миллиардативных систем общей площадью 4714 гектар. В рамках новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития миллиардативного комплекса России. Общий объем затрат на их строительство ожидается в объеме более 1 миллиарда рублей. К 2030 году площадь орошаемых земель в регионе планируется довести до 100 тысяч гектар. В России будет создана система каршеринга тракторов и комбайнов. Специализированный сервис для аренды и шеринга сельхозтехники появится в России в 2023 году. Новый сервис будет представлять собой маркетплейс для аренды сельхозтехники, организации межрегионального перемещения комбайнов, грузовиков и тракторов. Техника будет использоваться не только в сельском хозяйстве, но также в строительной и лесной отраслях. Сезонный пик интенсивности использования у этих трех отраслей разные. За счет этого машины будут использоваться постоянно, а не только в периоды посевной и уборочной кампании ВПК. Ключевыми клиентами маркетплейса, как ожидается, станут частные владельцы и малые сельхозпроизводители, а также агропредприятия, холдинги, лизинговые компании и банки. Уже в первый год работы планируется выйти на ежемесячную выручку в 20 миллионов рублей. Еще через три года проект намерен выйти на рынки США, Канады, Австралии с выручкой 20 миллионов долларов в год. Оргкомитет ЮКАГРО-2021 рассказал, чего ожидать посетителям от выставки. Экспозиция мероприятия будет состоять из четырех ключевых разделов, посещение которых даст возможность увидеть широкий ассортимент новейшей сельхозтехники, оборудования и материалов от ведущих отечественных и зарубежных производителей-поставщиков. Одним из главных разделов станет сельскохозяйственная техника и запчасти. Здесь свою продукцию представят более 200 компаний, среди которых Ростельмаш, ПТЗ, Мировая техника, Официальный дилер-класс, Кун, Квернеланд и многие другие. Напомним, что 28-я международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растеневоческой сельхозпродукции ЮКАГРО, состоится с 23 по 26 ноября 2021 года в Краснодаре. Еще больше интересной и полезной информации вы сможете найти на нашем портале главпахарь.ру. Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход свежих материалов. Я же прощаюсь с вами до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова